Продолжение следует... Делом надо заниматься, делом, сказал сотник Поросюк и перекрыл железнодорожные пути, сказал, что якобы борется с тем, чтобы торговля прекратилась с восставшими республиками. Но мы-то с вами понимаем, что вообще-то есть нечего банде. Ну, понимаешь, Дима, я давно говорил, что для того, чтобы более-менее адекватно оценивать ситуацию на Украине, надо понимать, что по большому счету это не просто гражданская война где-то в Донбассе или гражданская война на Украине. Это, в общем-то, продолжение гражданской войны в Российской империи, только вынесенная на окраины. Причем даже не на национальные окраины, а просто на окраины. Потому что, когда мы, допустим, говорим об Украине, то мы же понимаем, что за последние сто лет население перемешалось так, что половины тех, кто там жил, если не больше половины, скажем, в начале 19 века, уже нет. Они живут где-нибудь, там в Москве, в Петербурге, на Дальнем Востоке, в Новосибирске, в Тюмене и наоборот. Вот. И вот даже простой пример. Два журналиста, которые пострадали от нынешнего кровавого режима в России. Значит, Доленко и Киселев. Оба были топ-журналистами. В общем-то, и сейчас я неплохо чувствую. Но, кстати, блестящая карьера, она закончилась, я думаю, что в значительной степени, благодаря тому, что они как-то не сошлись во взглядах с новым руководством России. В начале 2000-х. Да, в начале 2000-х. Совершенно правильно. Доленко и сейчас работает в России. Ну, я, допустим, понимаю, что он не во всем поддерживает действующего руководства. Но, тем не менее, в части, скажем, вопроса украинского у него в основном, так сказать, в общем и целом взгляды совпадают. Если вообще можно говорить о том, что в России сформирована какая-то устойчивая система взглядов в гражданском обществе по отношению к тому, что происходит на Украине. А Киселев перебрался на Украину и активно сотрудничает с местным режимом, борется против России. Причем именно борется против России. При этом, если ты обратишь внимание на фамилии, то Доленко это типично восточно-украинская фамилия. А Киселев, он ведь не на Кисиль. То есть, с одной стороны, русский, ставший украинцем, с другой стороны, украинец, ставший русским. Если так говорить, исходя из географических особенностей. Это только один пример. А ведь, опять-таки, если мы обратимся к истории вопроса, в 93-м году в России прошла короткая, но интенсивная гражданская война, когда Ельцин противостоял Верховному Совету. В конце 90-х Россия, опять-таки, стояла на грани гражданского столкновения. И сейчас мы можем говорить именно о том, что вот эти противоречия, они, по большому счету, не исчезли. Они просто вынесены за пределы Российской Федерации. Опять-таки, если мы посмотрим на то, кто пришел воевать в ополчение на Нонбассе, да, то мы ведь должны учесть, что там были не только противоречия между Донбассом и Киевом. Там были противоречия внутри ополчения, потому что там были коммунисты разных оттенков, от троцкистов до сталинистов. Хотя большая часть населения, оно скорее рассматривало эту борьбу как восстановление чего-то вроде Советского Союза, населения Донбасса. Там были нацисты, там были монархисты. То есть весь спектр практически, ну, еще обогащенный нацистами, но практически весь спектр тех, кто воевал в 1918 году друг с другом. И они там, в общем-то, тоже не мирились, их объединяло только противостояние общему врагу. Значит, но отношения между собой они по ходу дела и там выясняли до тех пор, пока, кстати, там не была создана регулярная армия. И в принципе, даже не скрываясь, говорили, что мы вначале вот разберемся там с Киевом, да, а потом будем разбираться между собой и вообще устанавливать новую власть в России, правильную власть, да. Ну, была часть тех, которые об этом говорили. Да, они это рассматривали как плацдарм для перенесения потом, ну, если не войны, то гражданского конфликта и на территорию России. То же самое абсолютно происходит на Украине. Значит, особенно сейчас, когда вот противоречия внутренние начинают обостряться. Ведь если раньше, это еще, допустим, полгода назад, это было только обострение межолигархических противоречий, когда все просто боролись за президентский пост, потому что это была единственная уцелевшая кормушка на Украине. То есть сейчас, если ты просто посмотришь в социальные сети, там же идет активная борьба русскоязычных майдановцев с украиноязычными майдановцами. Ну и в этом смысле закон 33 или сколько их там, 30, да, который они унесли, это не случайность. Да, но самое главное, что она началась до этого закона, и она будет продолжаться дальше. Потому что сейчас, допустим, я самая русскоязычная майдановца... Я просто поясню, закон 30, это закон о том, что о исключительном статусе украинской мовы, да. То есть государственного статуса им уже мало. Кроме государственного, должен быть еще и исключительный. Подробности позже, да. Да, так вот, они сейчас говорят ровным счетом то, что я им же говорил 4-5 лет назад, когда я им говорил, ребята, вы посмотрите, вы же русские, да, а вы боретесь по одну сторону баррикад с украинскими нацистами. Они говорят, ну и что? Значит, на самом деле это так, это просто их лозунги сейчас, пока вот Майдан идет, да, потому что мы противостоим там пророссийскому Януковичу, там, или еще кому-то там, а потом это все утрясется с ним, выяснилось, не снялось. И сейчас они говорят, как же так? Мы же один народ, да, одна нация, одна гражданская нация, да. Украинская, в смысле, да. А что же вот сейчас наши, так сказать, украиноязычные коллеги, значит, мешают нам развивать свою культуру на русском языке? Мы же все за демократию. И они говорят, нет, ребята, мы не за демократию, мы за Украину. И вы либо давайте переходите на украинский язык, либо чемодан вокзала Россия. То есть возникло уже вот это вот внутреннее противоречие тоже между бывшими, так сказать, единомышленниками. Это всегда характерно для гражданского конфликта, когда стороны постепенно радикализируются, 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 и в результате оказываются крайне правые против крайне левых. Да, там, национальные радикалы против имперцев и так далее. То есть там сторонники сохранения рабства против севера, да, против капиталистов. Значит, то есть всегда в конечном итоге все стекается к двум наиболее радикальным течениям. И я, кстати, опять-таки, вспомнил, что проблема вот этого вот украинского конфликта заключается в том, что он не только украинский, что это вынесенная, по большому счету, за пределы границ Российской Федерации гражданская война, которую надо не просто каким-то образом урегулировать, да, ее еще надо не пустить потом внутрь. Потому что ведь эти же группировки со своими взглядами никуда не денутся. И до тех пор, пока вот их взгляды не поменяли, до тех пор, пока они не пришли к какому-то более-менее адекватному восприятию действительности, этот конфликт будет возобновляться и продолжаться. И неважно, будет он возобновляться в военном плане или он будет возобновляться в политическом плане. Потому что, раз взявшись за оружие, они к этому могут возвращаться и второй, и третий, и четвертый, и пятый раз, как только сложатся благоприятные обстоятельства. И в этом самая, наверное, большая проблема вот этого вот формально внутриукраинского конфликта, что он не имеет, да, технических, политических средств урегулирования. Скорее, они лежат в психологической сфере. Вот опять-таки приведу пример из первой гражданской войны, да, нашей, 17-го, там, 20-го годов, или 18-го, 25-го, кто там как считает. Начало 18-го года, триумфальное шествие советской власти. Все, может быть, и не за большевиков, но за советскую власть, и вся Россия моментально переходит на сторону октября. Проходит всего каких-то полгода, даже меньше, и 90% территории России оказывается под властью белых армий. Они говорят, надо же понимать, что такое эти белые армии. Эти белые армии по своему размеру были примерно такими же, как те, которые сейчас воюют на Донбассе. Потом они немножко разрослись, там, до 100-200 тысяч человек. Но первоначально это были вообще очень небольшие подразделения. Самым крупным был Чехословацкий корпус, который насчитывал аж 72 тысячи человек. Из них, непосредственно, в боевых действиях, хорошо, если принимало участие, 30 тысяч человек. И вот эти вот подразделения контролировали 90% территории России, а большевики отступали, отступали, отступали. И казалось, что вот сейчас вот их добьют. И потом опять ситуация меняется диаметрально противоположным образом. И, казалось бы, уже выросшие вооруженные, получившие поддержку союзников белой армии, в течение каких-то нескольких месяцев просто сворачиваются, скукоживаются и исчезают с территории России. Потому что менялись взгляды, менялась психология населения. То есть в одном случае все находились в эйфории, что сейчас вот наступит мир, хлеб, земля народам, заводы рабочим и так далее. Значит, все сразу хорошо не стало, наоборот, стало хуже. Значит, поддержали новых, поддержали вот самых белых, которые выступали за учредительное собрание и так далее. Выяснилось, что с ними стало еще хуже. Опять поддержали большевиков. Даже не выступали с оружием в руках, но просто для того, чтобы контролировать территорию, да, с такими маленькими вооруженными силами, тебе надо, чтобы население лояльно к тебе относилось. Вот эти вот миллионы, которые сидят по городам и весям, они должны слушаться своего городового. Ты не можешь везде расставить гарнизоны, чтобы они контролировали огромную территорию от Казани до Владивостока. Там или даже от Тулы до Новороссийска. Ровным счетом то же самое сейчас происходит на Украине. Значит, я же говорю, что если сейчас представители Майдана заговорили, ну, хотя бы по одному пункту, тем же языком, которым с ними в свое время говорили этих оппонентов, да, вот нас они тогда обвиняли в том, что мы вообще-то работаем на Москву, на ФСБ, там, на кого угодно. Сейчас они повторяют ровным счетом то же самое, причем текстуально повторяют. Буквально там до последней запятой они приводят те же самые аргументы. Значит, где-то у них прошел психологический слог. Нет, они демократы, они за Европу и так далее. Но вот в данном по одному вопросу хотя бы, да, у них произошел психологический слог. Значит, у большинства населения он происходит и по второму вопросу. Они опять-таки ожидали, что сегодня прогоним Януковича, значит, а завтра пойдут колбасные дожди, значит, потекут молочные реки с кисельными берегами, и страна вступит в Европейский Союз, а Германия будет из своего бюджета выплачивать каждому там по потребностям. Кому 500 евро, кому 5000, кому и 500. Это не произошло. Ну, какое-то время были ожидания. Ну, да, там, ну, война, ну, Россия напала, там, ну, сепаратисты, террористы, там, и так далее. Значит, но прошло три года. Значит, и опять-таки они начинают предъявлять претензии к своей власти, потому что они видят, что власть ворует больше Януковича. И они задают вопросы тогда, хорошо, давайте ее опять менять, да? Ну, если она такая же плохая, лучше при ней не стало. Значит, и единственная их проблема сейчас заключается в том, что им не на кого поменять власть. За 25 лет украинской независимости, особенно за последние, там, 3-4 года, пространство оказалось политическое вычищенным настолько, что вот есть вот эти вот, там, 10-15 голов, которые представляют топ-политиков, ты их можешь тасовать как хочешь, а других нету. А самое главное, что они все на перечет известны, почему сейчас у них у всех такие маленькие рейтинги, да? Там, главный кандидат в президенты Юлия Владимировна имеет от 13 до 15 процентов. Ха-ха, это что, президентский рейтинг? С такими обычно даже на выборы не ходят. А она реально считает, что если сейчас придут досрочные выборы, то она победит. Значит, у всех остальных еще ниже. Потому что население разочаровалось в политическом классе как в таковом. Но оно еще не знает, что оно хочет. Оно не понимает, к чему оно стремится. Ну, ладно, население, понимаешь? Мы в этом смысле, я, конечно, марксист, скорее, постмарксист, но не настолько. Я понимаю, что все ожидания, вот это понимание, чего оно хочет, это вещь формируемая. Она не самозарождается, как думали в древности, что жизнь зарождается в куче грязного белья, потому что они не знали, что самозарождается о микроорганизмах. Это было неизвестно, поэтому вроде как она самозарождалась. Вот, я понимаю, что такое понимание не самозарождается, извините за тавтологию. Но и те, кто претен... Ну, старый этот самый политический класс, понятно, обанкротился. Нового вроде нет. И вроде способ вхождения в новый политический класс единственный. Дать это целевое понимание новое. Но ведь ничего этого не заметно, понимаешь? Мы можем, сейчас я очень коротко, мы можем отнести это к ряду там... Ну, вот, Пинчук написал аж в американской газете, да, ну, какие-то попытки. Но против него уголовное дело открыли. Там Надя Савченко, героиня, тоже начала про что-то такое говорить, ее отовсюду убрали и тоже в СБУ вызывают на допросы, да. Вот. Называть эти два проявления, ну, там, зарождением понимания, вроде я как-то не хочу торопиться. А больше я вообще ничего не вижу. Смотри, для того, чтобы... Ну, во-первых, давай, самое, начнем с кучи грязного белья. Значит, ты можешь прийти хоть с советскими туда лозунгами, с коммунистическими, можешь прийти там хоть с либеральными, хоть с общедемократическими, хоть с идеей восстановления Российской империи от Варшавы до Японии. И любой из этих лозунгов будет воспринят, но он будет воспринят только тогда... Причем, подчеркиваю, любой. Население будет абсолютно все равно. Значит, он будет воспринят только тогда, когда все, что можно попробовать, было перепробовано. И это самое... И стало так плохо, как никогда не было. И проблематизировано, да. Потому что до сих пор остается вот идея. Мы все равно самые демократы, мы все равно европейцы, мы должны двигаться в Европу. Ну, вот почему-то не получается, надо еще одну плеяду политиков поменять, только не знаем на кого. Значит, ну, мы понимаем, что это прекрасно, что какие бы там они ни были европейцы, даже если не найдут там политика более европейского, чем Меркель, и совершенно честного, никто их в Европу не возьмет. И лучше им все равно не будет. А самое главное, что они такого политика не найдут. Значит, но вот в процессе пробования, да, страна объективно движется к аннигиляции. Я уже не говорю к распаду, она и так распалась. Сейчас она движется просто к аннигиляции. Уже не как государство, именно как страна, как территория, населенная людьми, которые поддерживают между собой какие-то более-менее устойчивые связи. Потому что, опять-таки, вариантов, да, взглядов, вот в рамках этого бывшего Майдана консенсуса, как дальше надо делать, как надо действовать, масса. А к ней говорят, ну, давайте, вот, в конце концов, Порошенко, ну, хоть какая-то стабильность, да, ну, хоть плохо, но зато в Киеве не стреляют пока. Пока. Или стреляют, но на окраинах. Значит, другие говорят, нет, ну, Порошенко же все разрушил, значит, Донбасс не сумел вернуть, значит, все, что мог, украл и собираются украсть еще больше. Значит, давайте мы его уберем, поставим там Тимошенко. Перед этим говорят, нет, ну что вы, Тимошенко... Она уже была. Да, она была, и она еще хуже. Давайте вот мы дадим возможность этим молодым, радикальным, красивым ребятам, которые воевали, страну защищали, реализовать свои политические идеи там. И так далее, так далее, так далее. Значит, договориться между собой они уже не могут. Тем более, что еще раз повторяю, они привыкли решать вопрос путем насилия. То есть, либо путем Майдана, значит, либо путем вообще просто перестрелок. Значит, следовательно, они вопрос так и будут решать. Тем более, что все политические и административные структуры разрушены. Даже при огромном желании провести на Украине свободные, открытые, демократические выборы, значит, тебе понадобится послать туда войск не меньше, чем американцы послали в Афганистан в свое время, значит, или в Ирак. Потому что тогда надо просто контролировать территорию, создавать заново эти структуры, которые будут эти выборы проводить. Значит, приучать население к тому, что надо голосовать, а не митинговать. И через какое-то время, в лучшем случае через года два-три, можно будет провести нормальные выборы. А поскольку сделать этого некому, ну, нету сейчас на Украине своих большевиков, которые могли бы, начав с малого, значит, занять всю территорию, установить хоть какой-то, но порядок. И нацисты не могут установить порядок по всей территории Украины, потому что их просто физически не хватает на это. Они могут доломать вот эту даже видимость власти. Это не проблема. Но установить свой порядок они не могут. То есть они могут только толкнуть страну к дальнейшей гражданской войне. Значит, то, что насыщие в свое время не произвели переворот ни в 14-м, ни в 15-м, ни в 16-м году, значит, не отменило дальнейшей эскалации. Только она идет ползучим путем. Переворот бы это сделал бы быстро. То есть это был бы как катализатор, да. Последняя легитимная власть ушла, а теперь выясняем отношения к Токому Рабиновичу уже при помощи автомата. Значит, последняя легитимная власть формально не ушла. Порошенко легитимирован. У него еще есть, сколько там, года два, по-моему, до этих самых, до очередных выборов. Ну да, 14-й плюс 5-й, 19-й. Значит, формально он может управлять себя дальше и с парламентом все в порядке. Тоже еще есть два года каденции. Значит, но она на самом деле прекратила восприниматься населением как легитимное. Значит, мы же видим, что вот буквально за последние полгода, значит, с Украины постоянно идут сообщения, причем от людей, поддерживающих эту власть, идут сообщения о том, что переворот неизбежен, значит, война неизбежна, столкновения неизбежны, снос этой власти неизбежен. Каждый пишет по-своему, но идея одна и та же, а эта власть не жизнеспособна. А я всегда задаю вопрос, ну хорошо, а дальше что? Понятно, что эту власть или снесут, или она сама куда-нибудь смоется, или она просто растворится во времени и в пространстве. Но что дальше? А дальше просто ситуация без власти. Я потому что, повторяю, альтернативы нету. Нету альтернативы, которая бы устраивала бы всю Украину, вокруг которой она могла бы собраться, как в свое время остатки Российской империи собрались вокруг большевиков, такой альтернативы просто нету. А если нету альтернативы, значит, есть региональные элиты, есть просто местные банды. Вот то же самое, что происходило только в таком коротком промежутке времени на Украине, когда Гетмана прогнали, значит, Петлюра пришел, Петлюра ушел, Петлюра вернулся, здесь красные, здесь белые, а в промежутке самое организованное это Махно, ну, а там бандиты помельче, вообще контролируют 70% территории страны, и каждый живет по-своему, там в каждом селе свой пан-атаман-атаврический, да, и каждый печатает самую свою валюту, тебе надо, я тебе еще нарисую, да. Вот примерно к такой ситуации Украина движется. Значит, не только, скажем, сторонники европейского выбора, значит, говорят о том, что, ну, там, нас Соединенные Штаты поддержат, нас Европа поддержит, таким образом мы рано или поздно стабилизируем ситуацию, значит, восстановим государственность, выживем и вообще будем процветать. Сторонники России тоже говорят, причем, так, на первый взгляд, совершенно, кстати, объективную вещь, значит, Украина русская земля, живут здесь русские люди, Россия большое, сильное государство, на Украине идет гражданская война, почему бы не навести порядок? Ну, в гражданскую войну в Сирии вмешались, да, почему бы не вмешаться на Украине, не навести порядок? Значит, но при этом не замечается одно отличие, которое, кстати, сейчас действует уже не только на Россию, оно действует уже и на Европу, и на Соединенные Штаты. Для того, чтобы вмешаться в чужую гражданскую войну, значит, а это, в общем-то, общее место, так поступают многие государства в своих интересах, завидные регулярности, надо иметь на месте группу поддержки, то есть у тебя должна быть политическая база внутри этого государства, которая ориентирована с тобой на одни и те же ценности, на одни и те же цели. Ну вот, к примеру, Россия вела две чеченских войны, да, при этом в Чечне параллельно с двумя этими чеченскими чеченскими войнами шла гражданская война постоянно. Ведь Первая Чеченская война, опять-таки, началась как вмешательство России в чеченскую гражданскую войну внутри самой Чечни. Значит, и все эти войны тянулись, 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 приводили только к чисто военным, ну, это условно можно назвать успехами, да, значит, до тех пор, пока Россия не нашла, собственно, опору внутри Чечни. Вот, Ахмат Кадыров, Рамзан Кадыров, да, это российская политическая опора внутри Чечни, когда, собственно, Россия не рассматривалась уже всем чеченским народам как нечто внешнее, которое пришло наводить какой-то непонятный порядок, а когда значительная часть этого народа рассматривала Россию как своего союзника в борьбе со своими внутриполитическими противниками. Вот тогда был достигнут политический успех, тогда ситуация в Чечне стабилизировалась. Значит, на Украине сейчас, как ни парадоксально, не только Россия, но и Европа, и даже Соединенные Штаты не могут найти такую политическую опору. Я вам же говорил, что практически пророссийских сил, тех, которые можно не по наименованию, а реально назвать пророссийскими, не существовало практически никогда. Да, извини, секунду, просто еще... Последние иллюзии вызывал Кучма в 94-м, уже к концу 95-го, начало 96-го иллюзий не было. Я в 2006 году читал публичную лекцию, кстати, такая, она была достаточно скандальной, потому что она называлась Россия без Украины, Украина без России в 2006-м году. Я тогда сказал, что никаких пророссийских сил на Украине не существует. Там есть российские силы, это Севастополь, прежде всего, и в подавляющем большинстве Крым, и это некоторая часть, может быть, до половины, население Донбасса. Все, больше вы не найдете организованностей, которые могли бы быть пророссийскими. Меня тогда, слава богу, помидор не было, потому что... Что, тухлыми яйцами забрасывали? Ну, я отрекся, понимаешь? Получается, я отрекся тогда от этой иллюзии, что... Нет, ну так вот... Извини. Да, этой точки опоры нет. Европейцы пытались найти там точку опоры, вот, например, Меркель хотела сделать президентом Украины кличко и рассчитывала на то, что это будет точка опоры для Европы. Но их подвинули американцы, значит, американцы сделали ставку на Порошенко, как человеческое лицо режима и на нацистов, как на его материальную опору, значит, и попытались таким образом, значит, получить, то есть вмешаться в гражданскую войну на Украине и получить вот эту вот свою точку опоры внутри украинского общества. Выяснилось, что эта точка опоры расползается у них между пальцами, как грязь между пальцами течет и стабилизировать Украину не может. Поэтому американцы начали уходить еще до Трампа с Украины. Значит, уже это самое, уже администрация Обамы, она поддерживала какое-то вяло текущее существование режима на будущее, но не предпринимала каких-то активных шагов ни по его стабилизации, ни по его усилению, укреплению и так далее. Было понятно, что это невозможно. И вот сейчас мы находимся, все находимся в ситуации, когда понятно, что урегулирование на Украине возможно только за счет внешнего вмешательства, потому что внутренней серьезной силы, которая могла бы урегулировать процесс, нет. И в то же время никто не может вмешаться в чужую гражданскую войну, потому что у него нет группы поддержки внутри страны. И получается, когда ты туда вмешиваешься, ты переносишь эти проблемы уже на свою территорию, ты переносишь их к себе. Не только в финансово, в материальном плане, но и вполне в таком психологическом плане. Я бы в психологии не сводил это все. Психология, да, ты абсолютно прав, но над всем этим еще есть и пространство концептуальное, которое определяет психологию и поведение людей. И вот я согласен с тобой, что... Поэтому я еще в прошлом году говорил, что трагедия Украины заключается уже не в том, что она в свое время сделала неправильный выбор, да, не в пользу таможенного союза, а в пользу заключения, соглашения об ассоциации с Европой. Значит, трагедия Украины заключается сейчас в том, что она вообще никому не нужна. То есть не то, что не нужна, она обременительна. Она-то может быть и нужна, да, но не в том виде и не с теми затратами, которые сейчас необходимо понести. Именно потому, что внутри страны нету реально определившейся политической силы, которая пользовалась бы авторитетом среди, ну, хотя бы большей части населения, и которая могла бы поддержать вот подобного рода внешнее вмешательство, обосновать его с точки зрения внутренней украинской политики. Я тут хотел бы для наших слушателей уточнить, когда пошли смс-сообщения и на ватсап, и на смс-портал о том, что, когда речь идет о пророссийских или каких-то других силах, имеется в виду организованная более-менее сила, не имеется в виду именно сила, а не группы людей, которые по интересу. Я могу быть сколько угодно пророссийским, сидеть в своей квартире, собираться с друзьями. Да, а они, знаешь, как обижаются вот эти вот? Я же тут, ну, была дискуссия там у Володи Соловьева, я довольно жестко высказался по этому поводу, сказал, что, ребят, давайте, сама-сама-сама, вот пока поехали, ну, наверное, ты другое имеешь в виду, но мне кажется, что это похоже. Вот когда появится единица, на которую можно делать историческую ставку, которая возьмет на себя ответственность за это самое будущее, тогда можно будет или помогать, там, мешать, я не знаю, что делать. Ну, кстати, ты, очевидно, знаешь, это, опять-таки, не сегодня эта мысль родилась, значит, но еще до переворота, и за пять, и за десять лет, скажем, Россию постоянно упрекали в том, что она не формировала пророссийские силы. Очень бдительно за этим следила, значит, и попытки подобного рода политического формирования, политического влияния, они бы просто привели бы к тому, что этот самый российский актив сидел бы по тюремам еще при Януковиче, если не раньше. Значит, это первое. А второе, когда опять-таки говорят, ну, вот смотрите, американцы там закачали там пять миллиардов долларов, пятнадцать миллиардов долларов, двадцать пять миллиардов долларов. А Россия ничего не дает? Да, Россия ничего не дала. Ну, во-первых... Дуру с маслом. Нет, во-первых, Россия, на самом деле, инвестировала в Украину значительно больше, чем Соединенные Штаты, да. А то, что, скажем, Россия не работала по принципу американцев, давайте мы разбросаем веером деньги, значит, профинансируем кучу всяких самых маргинальных НГО, да, значит, пусть они половину украдут, а на вторую половину выйдут на Майдан, то тоже надо понимать, что ведь соревноваться с американцами в том, кто больше долларов заплатит, это изначально проигрышный проект. Безусловно. Они всегда заплатят больше. Безусловно. И поэтому, я говорю, поэтому втягиваться вот в это соревнование, давайте мы дадим 10 долларов, а мы 20, а мы 30, а мы 40, значит, это значит изначально проиграть, только еще потратить деньги. Поэтому, причем, я говорю, тут смешно было бы упрекать, допустим, население Украины или даже те же самые пророссийские силы в том, что они не организовались, там сами по себе, значит, не выросли из грязного белья, не создали партию. Ну, это объективный процесс. Значит, на самом деле, действительно, все топовые политические силы и все внутренние финансы Украины были ориентированы именно на западный вектор развития. Значит, и они старательно защищали территорию. И поэтому, скажем, даже, кстати, украинские коммунисты, которых сейчас нету даже в первом приближении на политическом поле, потому что их вычистили. Но даже они, в общем-то, выступали с позицией суверенкоммунизма, а не с каких-то там суперпро-российских. Просто у них риторика была не такая, допустим, как у олигархических сил, не такая, как у нацистских, но идея была, в принципе, та же. Так вот, смотри, когда говорят о провале политики, с моей точки зрения, свою политику на Украине провалили Соединенные Штаты, потому что они находились вообще в идеальных условиях. Во-первых, существовал общенациональный консенсус по поводу того, что, да, совсем неплохо было бы как-то там интегрироваться в такую богатую зажиточную Европу, ну, по крайней мере, в 90-е это и альтернативы не было, да. У них была полная свобода рук, потому что, опять-таки, все 90-е, раз я была погружена в свои проблемы, ей было совершенно не до Украины, самой бы уцелеть. Значит, они делали, что хотели, они меняли президентов, как хотели, да, они приводили к власти, кого хотели, ну, как минимум на протяжении 10 лет, с 2004 по 2014 год. И когда бедный Янукович, да, говорил, выступая уже на своей пресс-конференции в Ростове, на что вы делаете, остановитесь, он на самом деле был умнее всего Госдепа вместе с Белым домом, вместе взятых. Потому что на самом деле ставка на того же самого Януковича, на ту же самую партию регионов, которые проводили проевропейскую и проамериканскую, но взвешенную политику так, чтобы не развалить все это, она была значительно разумнее, потому что тогда оставалась цельная, достаточно конкурентоспособная, хоть уже и серьезно обедневшая. Значит, Украина, как государство, сохранялась украинская государственность, которая можно было ссать дальше, дальше и дальше, и дальше отрывать от России. И сохранялся вот этот вот общенациональный консенсус, сохранялась эта европейская иллюзия, там, и так далее. Ну, хорошо, уже не 90%, допустим, как в 90-е годы, а там 50 или 40 или 60, но все равно, значит, значительная часть населения говорила, да, да, в Европу, в Европу. Так вот, имея полную свободу руки, имея неограниченные финансовые возможности, практически не имея конкурентов, американцы своими руками создали ситуацию, когда им не с кем на Украине играть и когда Украина для них обременение. Это надо суметь за 25 лет, значит, вот так вот привести к такому результату, да. А в реальности, повторяю, первые 10 лет Россия просто не могла работать на Украине, потому что Россия в России работала, значит, надо было внутри страны ситуацию стабилизировать. Конкурировать с американцами по поводу закачивания долларов в НГО Россия не могла. Значит, с точки зрения демонстрации экономической эффективности сотрудничества Украины с Россией, Россия сделала все и даже больше, чем возможно, потому что она шла на совершенно невынужденные уступки, значит, она реально позволяла Украине зарабатывать на сотрудничестве с Россией и демонстрировала тому же самому правящему украинскому классу, демонстрировала. Ребята, либо вы здесь зарабатываете деньги, либо вас там оберут как липко. Они сами сделали этот выбор. Подожди, кто они? Тут же тоже хитро. Правящий класс. Правящий класс, да. В этом смысле, ну, все попались, да, потому что, ну, я там напомню, например, там, все состояния значимые украинские сделаны в газовой нефтяной сфере на Украине. Прежде всего в газовой, да, потом уже в нефтяной. Это был... Ну, в этом смысле, когда говорят, Россия ничего не делала, это неправда, потому что все это произошло только в 14-м году, а не в 94-м, вместе с нашей, ну, с умятицей, с которой ты начал здесь, да. Вот, потому что, в принципе, Россия предложила им всем совместную деятельность. Кстати, многие удивлялись, почему Ющенко, придя к власти, начал резать ножом и скальпелем отношения с Газпромом, ценообразования и все это такое прочее. Потому что он разрушал ту деятельностную оболочку, в которой было, ну, единство элит России и Украины и некоторая совместная деятельность. Скальпелем лезали. Сказали, что мы не будем подключать, ну, по 50 долларов платить. Мы согласны по 200. 50 долларов была цена газа. А требование Ющенко было... Вначале согласились по 75. Ну, нет, но это было совсем мелко, да, но в пределе. Но это должна быть европейская цена, сказал Ющенко. 150-200. Украина готова платить 150-200. И разорвали все это. Потом еще Тимошенко в этом тоже принимала участие. Извини, Ростислав. Да, ну, ты понимаешь, что ни один президент, опять-таки, не мог бы поступить так, как поступал Ющенко, да, значит, если бы опять... Более того, не было бы первого Майдана, если бы не было бы определенного сателлитного консенсуса, ориентированного уже не просто на поход в Европу, который и Кучма, кстати, тоже организовал, и Янукович бы организовал бы, значит, который был ориентирован на, ну, фактически, на безумную идею построения украинской экономики вокруг тезиса русофобии. То есть вот сейчас у американцев начинается конфронтация с Россией. Давайте мы займем жесткую проамериканскую позицию. И нам отвалят капитал. Да, и нас за это будут содержать, значит, пожизненно и посмертно. Значит, и все у нас будет хорошо. Ведь основная идея заключалась именно в этом. Почему мы идем... Почему мы подписываем соглашение об ассоциации, если оно экономически невыгодно? А неважно, нам все равно деньги дадут. Значит, почему мы разрываем экономически выгодные связи? А зачем нам эти связи, нам все равно деньги дадут? Это был единственный аргумент, кстати, украинских европейцев. Он, по сути дела, и остается, кстати, единственным. Но еще раз повторяю, за счет вот этого вот самых совершенно объективных причин, за счет объективного процесса развития украинской государственности, когда она возникла. Этот, кстати, процесс везде был примерно одним и тем же. То есть капитал формировался за счет, сказать, бандитских, мелкоуголовных схем и так далее. Значит, но, повторяю, вот отличие, скажем, российского олигархата от украинского заключается в том, что у российского олигархата со спиной стояла империя, имперская традиция. И на каком-то этапе большая его часть поняла, для того, чтобы сохранить капитал, надо иметь сильное государство. Для того, чтобы иметь сильное государство, с ним надо поделиться деньгами и власти. Иначе ничего не будет. Иначе тебя разденут, а берут как липку. Украинский олигархат этого не понял. У него была простая идея. Есть Россия, есть Соединенные Штаты. Соединенные Штаты сильные, Соединенные Штаты борются с Россией. Соединенные Штаты будут платить до тех пор, пока мы будем бороться с Россией. Вот так они выстраивали свою политику, вот к этому от нее и пришли. А то, что, в общем-то, эти идеи были поддержаны, кстати, американскими глобалистами, мы же видим, что они по большому счету не только Украину, но и Соединенные Штаты довели до состояния, когда всерьез до сих пор. Уже Трамп прошел инаугурацию, а всерьез обсуждается и в Европе, и в американском, что будет в Соединенных Штатах гражданская война или не будет. А им удадут досидеть до конца срока или уберут его раньше? Абсолютно недосужие разговоры, они ищут предметы реальности. А если уберут, то каким образом? При помощи Майдана, при помощи импичмента или опять-таки разгорится гражданская война? Или выстрелят, как тоже они имеют. Это же результат работы тех самых глобалистов. То есть они в любой стране, даже в своей собственной, они приводят к одному и тому же результату. Ну, кстати, ничего удивительного в том, что часть американской элиты этому предложению со стороны Украины очень обрадовалась. Мы тут совершенно недавно узнали, что вообще-то ЦРУ сразу после Второй мировой войны и даже в ее окончании совершенно осознанно перевербовала у немцев товарища Степана Бандеру. Он у них в каталогах шел как террорист, который совершал теракты еще на территории Польши. Это не мешало ЦРУ своими указами переименовать АУН в УПА. Это уже просто документально. Указами, я условно говорю. И построить систему сотрудничества, потому что террорист Бандера... АУН и УПА существовали параллельно. АУН, Организация украинских националистов. Я знаю, но вроде из этих архивов следует, что американцы прямо поддержали появление УПА как специальной боевой единицы. Вот в чем речь. И использовать товарища Бандера, террориста, для этих всех вещей. Спасибо большое Ростиславу Ищенко. Я вот сегодня с утра, Ростислав, очень коротко задал вопрос. А какое предложение нам, России, может сделать Трамп по поводу Украины? Никакого. Никакого. Согласен ты, потому что мне было важно твое мнение. Он может сказать, что он больше не будет туда активно влазить, так он и не будет туда и так активно влазить. Потому что они там ничего не могут сделать. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Поэтому я считаю, что... Понимаешь, дело не в том, что кто-то кого-то будет отодвигать. Может быть, это желание, чтобы хотя бы вот на этом уровне включить? Нет. Мы с Ищенко совпадаем в очередной раз очень жестко. Это неуловимый Джо, потому что он нахрен никому не нужен. Вот в том состоянии, в котором она есть, эта Украина, и со всеми теми обременениями, с которыми она есть, и которые она сама себе создала с помощью Запада, она никому не нужна. Ни Западу, ни России. Но пока формально за это отвечает Запад. Вот пускай он и отвечает. Это результат его проекта. Вот эта ужасная бандитская, нацистская, обездоленная Украина, это результат деятельности Запада. И пока процесс фрагментации не дошел до логического завершения, ничего с этим сделать нельзя. Согласен. Субтитры создавал DimaTorzok